Вот этот люк жительницы Каменки запомнит надолго. Пенсионерка провалилась в коммунальный колодец. А дело было так. Возвращалась Нелли Филатова домой по улице Рокоссовского. На тропинке была грязь. Пенсионерка решила не пачкать обувь и обойти. Встала и туда. Всё, вот так вот. Ну, благо, вот из магазина продавцы, продавщица выбежала, женщина молодая шла сзади, побежала в магазин, стала кричать. Ой, помогите, женщина там упала в колодец. Всё, ну, сразу потом мужчина молодой приезжал, заказывал, по-моему, товар, что ли, в магазине. Он тоже подбежал. Пенсионерку из колодца, который, как выяснилось, был прикрыт листом ДСП, вытащили. Она отправилась домой, обратилась к врачу. В итоге в течение трёх недель лечилась. Ей делали уколы. И не только. Скрывали мне гематом огромный вот на правой ноге. Там до сих пор сейчас всё осталось. Там уже и вода стояла уже горячая, видимо, где-то просачивается. Ну, не знаю, вот закрыли вот этой вот штукой. А дожди шли, она размокла. Кстати, Нелли Николаевна зафиксировала все повреждения, написала заявление и обратилась в суд. Каменские служители Фемиды встали на её сторону. Однако ответчик обратился в Пензу. Здесь и рассмотрели дело повторно. Ответчик с исковым заявлением не согласился, сказала, что тепловые сети эксплуатируются другой организацией. Однако городская администрация Каменки была привлечена в качестве третьего лица. И представитель администрации пояснил, что эти сети принадлежат эксплуатироваться именно Каменской гортеплоэлектросетью, этим мупом. В итоге коммунальная организация должна возместить физический и моральный ущерб пенсионерке в сумме 30 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok